В деле ничего не поменялось. То есть там 5 томов, но из этих 5 томов один том декларации, там почти том счетов каких-то там, Лисыбова, Титова, Черных, Разнамбула, Черных, Второго. То есть по сути доказательств, о которых там можно говорить, раз, два и обчелся, но и ничего, вот сбросы были, что там какие-то неопровержимые доказательства, ничего там. Но в момент, я внимательно все прочитал, я что видел. То есть вот этот весь гаражный копиротик, вы понимаете, о чем я говорю? Все вот эти дорожники, они там четко расписали вот эту схему, по датам прямо заранее договорились, что с декабря по март я яростно, как Кисюбов, критикую, потом якобы какое-то совещание я организовал у Толоконского, критикую, потом якобы какое-то совещание я организовал у Толоконского, их там всех напугали, что всех выгонят, они решают дать взятку через Титова, потом дают Титову этот миллион, который якобы он передал мне, и потом я умолк. Вот все делается. Дальше смотрим. Сотрудник КСБ проводит исследование открытых источников, обнаруживает, что в этот период никакой критики не могут быть. Она была после того, уже как якобы деньги дали. То есть я должен был молчать, если я взял деньги, а я наоборот говорил, выгоните их, где ректор пришел в Новом городе, гоните этого схемача. Ну в итоге мы все знаем. Он был задержан за хищение денег из края и дверей. Толоконского допросили, он говорит, я с Господом вообще не общался, он ни разу не был жизнью у меня в кабинете, и как порядочный мужик себя повел. Говорит, я вообще никаких совещаний не проводил, в эту тему не вникал. Справка есть из отдела документа оборота администрации губернатора, не было таких совещаний.